Второй год подряд Заурбек Седаков встречает Новый Год в ранге чемпиона мира. И второй сезон подряд становится непреодолимым препятствием на пути к этому титулу для признанных мировых авторитетов Джордана Бороуза и Фрэнка Чамизо. Но талантливый человек талантлив во всем, что и подтверждает именитый атлет за рулем своего вездехода. Да так, что если бы не борьба, Хэмилтону было бы о чем поволноваться в королевских гонках. Та самая Нива чемпиона мира Заурбека Седакова. Я думал сейчас в Мерседес сядем. Заур скромно. Пока нет. Пока так на Ниве. Но Нива упакованная у тебя? Да, нормально. Какую скорость развивает? 200. Все, двери все вовремя открываются. Все как надо. Она тоже 3 фрэнки. Да? Ничего себе. Я никак думал. Это езда по-заурбековски. Да. Опасно, но в то же время контролируем. Нет, нет, опасно. А, не разгоняйте. Лучше чем 120 едет. Заур, ну ты понимаешь, что этот репортаж наберет максимальное количество лайков. Заурбек Седакова проповедует атакующий стиль не только на ковре, но и на дорогах. На Ниве, да? Да. Представляете, что это? Представляете себе, что ты работаешь экскурсоводом, а я турист, который приехал в Володикавказ. Какое место ты бы посоветовал мне в своем городе посетить особенно? Особенно. Или там на проспекте уже погулять, там красиво. Так, в городе. Ну, здесь особо, не знаю, в ягдон надо ехать, там горы, красиво. Вот в Володикавказе, если выйдешь погулять. Да, здесь гостики. Никто не обидит? Нет, конечно. А если человек ботаник, например? Нет, нет, я жду. Наверняка кто-то напрягать будет. Нет, у нас нету такого. Здесь все нормально. Ну, это нету заурбеку Седакова, который с самого детства дрался там, наверное, да? Был закаленный. Да, я в селе вырос. Я, короче, когда там в селе жил, мне казалось, как будто, ну, городские, когда в село приезжали, я думал, они, знаешь, они слабые, как будто. О, Найф. Да. Да, да, они у меня. Я тебе их отдам. Давай, давай. Блин, в селе все равно другой воспитательный человек получает. Ну, сейчас уже не знаю, сейчас все в телефонах, младшее поколение они. У тебя долгое время был взломан Инстаграм? Вот я понимаю, что ты полностью отдаешь всего себя процессу тренировок, но, тем не менее, в свободное время хочется же как-то расслабиться. Все равно же интересно, молодой парень, зайти в интернет, посмотреть на людей. Да, ну, для меня Инстаграма, это не самое главное. Там ВКонтакте сидел. Ну, если мне что-то надо было прочитать, я прочитаю там в интернете. А так, не знаю, книги читал. Ведущий Елизавета вообще этот прочитал. И «Ехо летит по горам» тоже Халек Хлассений написал. Потом еще Мартин Иден, Джек Лондон прочитал. Столько книг прочитал за этот период, да? Ну, это же немного. Ну, ничего себе. Перед миром как раз таки читал Мартин Иден, Джек Лондон. Мне так понравилось, но концовка там понравилась. А так, в общем, книга хорошая. А больно такие книги, когда ты читаешь, и тебе не нравится тот расклад, который книга описывает, ты берешь, захлопываешь. Вот «Бегущий за ветром» раз таки там, бежали. Несправедливая, да, какая-то. Да, да и все равно интересно прочитал. А, если нападал, всем советую, что-то прочитать. Если, например, вот выбирать между книгой и Инстаграмом. Конечно, книга, в Инстаграме человек ничего хорошего не воздет, там пользы никакой. Ну, как, на сториз можно зарабатывать сейчас большие деньги? Нет, я тоже не буду зарабатывать на сториз. Вон там, Ольга Бузова, у нее одна сториз стоит. Девочка у меня это идет, а мальчик. Не повторяю. А кто помог тебе восстановить Инстаграм? Начали хакеры и там взломали. А как-то привлечь его к ответственности не было возможности за то, что он взломал твой Инстаграм? Блин, не знаю, тот, короче, кто меня взломал, этот дурак меня взломал. И он всем просто писал, ну, гадости. Он даже чами записал. Даур, если сейчас встретил бы этого человека, который взломал твой Инстаграм, Проход в ноги сделал бы? Не только. Да, 5 баллов швырнул бы его. Да, он такой плохой человек, если честно. Он зачем? Он всем написал. Он всем подряд писал. И главное... От твоего имени? Он чем-то написал, и он скрин сделал, и у себя положил. Так вот, я не знаю. То есть, получается, что этот человек в теме борьбы, да? Он знает о ваших отношениях на ковре. Да, он мне даже писал, я как тебя поздравляю. Ничего, я сейчас. Я даже поздравил. Такой, да, с чувством юмора человек. Заур, а он там, в Виндейце, вдалеке, какая-то красивая башня. Где? Вон там, светлая. Это церковь у нас. Да? Да. Она с такой красивой подсветкой в темноте. Да, да. Одно из самых, наверное, красивых зданий Владикавказа. Со скольки лет водишь машину? Я не имею в виду, когда ты права получил. Издивительно. Издивительно? Да. Да, траву косить я сделал. Вот, наверное, и ответ на вопрос всем тем людям. В чем секрет побед за Урбека Седакова? Сельская закалка? Да. Тяжелая работа в поле? Да, ну, в себе все равно. Все по-другому. И родители тоже, конечно, дали хорошего цвета. И тренера тоже. Это же большую роль играет в нашей жизни в спорте. А бывает вот сейчас такое, что ты уже двукратный чемпион мира, приезжаешь домой в селение, и, там, не знаю, дедушка или там дядя говорит, ну-ка, Заурбек, не важно, что ты чемпион мира, давай-ка пойди косить траву. Да, бывает, что там домой приезжаю, там ничего такого. Там в селении ты не чемпион мира? Да, нормально. Это так. Светово в спорте так и, ну, прославленный сам. В спорте, в жизни, в семье, это не совсем другой. Ну, как бы, ты должен свои обязанности делать. Но дома уже меня как-то сохраняют, говорят, что ты просто отдыхаешь, ничего не делаешь. Но все равно приезжай, делай свое все, что надо делать. Так что вот так. Мы едем по Владикавказу и вроде едем по центральной части города, но она примечательно... Это не центральная. Нет? Нет, это не центральная. Ну, тоже центральная, но все равно. Какие маленькие узкие дороги, да? Какая атмосфера душевная, домашняя. Да, да, домашняя, да. Дубаев вообще здесь, в Владикавказе, ждет, но близко, короче, к лесу. Там лес, все, горы, ну, очень красиво. Вот они снимают. Как не нарушают. А был момент, да, когда, например, ну, допустим, ты нарушишь правила, и там ГАЕшники останавливают, потом видят, о, за Урбек, значит, ей можно езжать дальше. Ну, здесь по сети у нас хорошие ГАЕшники. Договориться можно? Ну, не то, что договориться, они понимают все равно, но на горы... Хорошие ГАЕшники здесь у нас. А у тебя тут, я смотрю, в машине, аудиоподготовка, все, да, наверное? Да, хорошая музыка. А ну, Фек, что за музыку слушаешь? А, у меня здесь слышка такая. Ну, такие простые. Мияги Энчпи. Здесь стоит отметить, что чемпион вызвался подбросить меня в магазин. А уже после с ветерком доставить в гостиницу. Попутно продемонстрировав козырные номера. Все, поехали. Это эксклюзив. Номера по чем заказал? Подарили. Подарили после чемпионата мира в Нурсултане? Да. Брат подогнал. О, это уже такое, что-то более серьезное из композиции. Да, грязное. Завр, ты у Шумахера учился водить? Хочу. Такая техника на высоте. Вот в этот кинотеатр, наверное, любишь ходить, смотреть? Нет, в столицу. Там у нас этот торговый садится назад. Какие фильмы сейчас в ближайшее время планируешь посетить? Время, даже не знаю, давно не было, хотел пойти вот этот. Джокер? Нет. Никогда в жизни. Прикорбен Джокер. Форд против феррари. Галово, по-моему, опять. Мне тоже. Вода закручена. Не замерзайку нужно заливать? Да. А здесь очень распространен такой вид транспорта, как трамвай. Да, да. Романтичный на самом деле вид транспорт. Да, они остались. Хотели, в одно время хотели их убрать, потом их остались. Наверняка в детстве сзади на трамвае зайцем ездил? Нет, я не ездил. Ну, так садились с детства и бабушкой. Город Владикавказ во время езды с Заурбека Седакова напоминает ралли Формулы-1. Надо не лечь, надо на кочках есть. Тормозная система, наверное, надежная? Да, по-моему, работает. Как думаешь, Заур, если бы довелось принять участие в Формуле-1? Ну, я сильно хотел, я сильно хотел. Если бы не поймал, то болтите, наверное. За какую команду выступал? Феррали или Мерседес? Блин, ну, я подумал. Ну, в конце уже с твоей карьерой Михаил Шумахер выступал за Феррали, но и лучшие его годы прошли в Бенетоне. Я сильно люблю машину, но так скорость сильно. Вот этот центр, да? Да. Вот этот проспект мира. Перед новогодний Владикавказ ночью особенно красивый. Блин, да. А, на набережной он там вообще красивый у нас. Эта вот композиция уже больше свойственна поколению предыдущему, наверное, там Арсену Сулеймановичу, Фадзаеву, да? Модный токинг. Люблю старую. Вот здесь закончил учиться. Где? Вот здесь я жил. Вот здесь она была. А, вот проспект. Да, 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 да. Гостиница Терек, я ее вспомнил. У меня ностальгия уже началась. За этой приятной беседой мы незаметно добрались до гостиницы, где и распрощались с борцовским шумахером. Ненадолго. Спасибо большое за интервью. А где здесь, кстати, открывать? Как на генеке. Если что, я здесь на станке. Спасибо. Продолжение следует...